всем привет сегодня мы копаем втроем выехали на одно такое замечательное место по старым рассказом одного старого местного жителя он говорит что раньше здесь была деревня но домовые ямы я вижу несколько штук но он говорил что деревня была в ту сторону но все равно для разведки мы вначале начали ходить вот вот домовая яма вон домовая яма знаете был сигнальчик и думал что это колокольчик но это у нас от керосинки но первые признаки что мы на верном пути значит здесь все-таки было что-то такая зачетная еще не в таком состоянии подымал такие вот вещи ну ладно продолжаем у костяна говорит пока гильзы отстреляны и но я думаю находки сегодня будут на весь день мы сегодня тоже выбрались и так решили мы поменять место дислокации и вернулись мы вот в мою названную деревню деревня призрак деревня призрак я ее назвал потому что здесь дома совсем не жилые здесь по моему остался один или два коренных жителя которые здесь живут остальные немножко левее там дачные новострои а так в основном видите дома все заброшены пустуют можно было конечно в этих домах и полазить но на них висят замки греха подальше нефиг туда лезть если бы я понимаю было бы разрушено или что-то в этом роде а так нет не будем искушать судьбу подальше от этих домов направляемся туда где дома давно уже исчезли очень хорошие как вы видите фундаменты стоят но мы едем подальше от людских взглядов хотя и взглядов здесь у нас четыре глаза а может и два здесь вот у нас супер наша любимая бабуля ладно продолжаем смотрим и так продолжаем свой коп уже на этом месте находимся порядка полутора часов подъехали еще комрады составе трех человек из них одна девушка вот копали эти трое в другом месте немножко находок сделали но все равно не очень вот приехали они сюда вот и у меня за все это время первое какая-то находка и находка смотрите совсем маленькая и это у нас находка одна копейка одна копейка сссср да уж все это находка вот это я хвастаюсь восемьдесят третий год супер находка просто очуметь и так прошло всего наверное минуту с того момента как я поднял копеечку был сигналчик выкопал я еще одну монету сразу могу сказать что это монета и монеты это у нас это монет у нас царская радует радует что это царская александровская монета 1871 года копеечка принципе сохранчик у нас будет средний хотя герб в принципе достойный вот такая вот у нас копеечка ладно ребята там зашел видеть по ходу с находками не густо на самом деле остается только и делать что шурфить а так продолжаем итак решили мы заснять фишер 75 смотрел нормально мой кое-как показывал что какой-то сигнал есть на сигнал был я сказал что чернина все же походы действительно было чернина итак первые результаты меня с этого шурфа решил я вот таким вот образом шурфить надо на ширину двух штыков и выполнял кругляшок зеленого цвета смотрим что это у нас очень тонкая их ой 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 я думал это монета это тонкая конина это у нас обычная конина плоская и так продолжая его здесь вот шурфе ковыряться вот между прочим вот таким шурфом я занимаюсь уже не в первый раз и достаточно удобно вот на два штыка углубляешься до самого основана оване почвы вот и потом постепенно срезаешь остальные остальная часть уходит на эту глубину грубо говоря шурфа следующем и вот сейчас вот где-то здесь когда я срезал и вот этот слой я утоптал специально вот отсюда я начал срезать и здесь почву мягкой где-то здесь я глазами видел желтая монета упала я глазами увидел и случайно ее присыпал и вот теперь не могу ее найти так где-то пищи вот она вот она достал это у нас хорошо герб старой это у нас две копеечки 1930 года пойдет вот такие две копеечки рекомендую таким вот образом шурфить заодно после вас не останется глубоких ям как обычно происходит безобразные бесформные шурфы как вот рядом находится старый шурф вон у нас юрец собирает сокровище он там он костян швыряется ножичком пытается достать целые бутылочки бутылочки между прочим здесь интересные только что недавно я вытащил осколок бутылки интересный жалко что он раскол ты и вот такая вот такой формы вот и интересно то что здесь написано с буковкой ять мра на 2 2 2 2 амра на 2 и откол на вот такая вот здесь вот была утварь интересно горшков очень много очень много стекла тоже очень много так что продолжаем продолжаем получается шурф рекомендую кто он только начинает шурфить таким образом по краю но шурфа тяжелое занятие здесь находки всегда будет ладно юрец у нас как обычно в пузе йоги наблюдают как остальные копают вот а мы сейчас продолжим и так вторая у меня находка с этого шурфа и это у нас монетка монетка точно говорю что это монета но это у нас советик а не царик царик извиняюсь судя по размеру одна копеечка но она зачухана может хотя и отмоется год сказать не могу 1895 что но не столь важно монету мы подняли царика вторая находка с этого шурфа будем продолжать также его бомбить так как здесь находки старые он с того места пятачок подымали царский александровский итак был сигнальчик вытащил петлицу ржавую но сигнал оставался и пином расширял вот она монетка судя по всему это так это нас советик советик смотрим что это будет серебро ребята это 10 копеек 10 копеек 1930 года такая серебрушка очередная у меня вышла я сначала думал 10 копеек щитовичок когда он лежал вот гербом но нет это у нас белончик все продолжаем осталось совсем немного уже промокли дискомфорт испытываешь но все же все же продолжаем вы не подумайте мы не больны многие считают что больные хотя мы такие же больные как рыбаки как охотники как грибники тоже такой же хобби ладно продолжаем итак в этой ямке я поднял 10 копеек только что из белончик здесь сигнальчик был я его выцепил и вот он выпал вот так вот мне . и судя по всему судя по всему это у нас нет я думал белончик тоже потому что лежал вот таким вот образом и немножко было видно что цвет металла беленький но это у нас двушечка две копейки 1926 года жаль не 27 ну ладно еврейцы испугался убежал машину от дождя мы же с костяном как фанаты своего дела мокнем мокнем ночи ночи еще делать сидеть дома пиво пить и водку жрать нет мы здоровья наберемся надышимся свежим воздухом ну и порадуем свою душеньку смотрим итак перекусили моим немного и вперед сейчас один слой лопаты я снял как вы видите и был сигнальчик и вот и у меня монетка это у нас 15 копеек 1923 года 1 фср это не с не ссср не ранний совет 1 фср в принципе охранчик будет бодрый камень притащили такой вот рог да поможет это и рок до интересной формы камень не знаю не знаю что злобуда какая-то ладно продолжаем на этом же шкурку у костика наконец-то хорошая монетка зачет царская душечка 14 николаевская вот такая вот и сохранчик смотрите какой бодрый вообще бодрый класс ночью по полю ходили здесь находок всякий шмурдяк был зашел колодцы да вот такие вот колодцы уже по пояс стоит у меня он там по грудь была я ее уже присыпал но находки редки но есть у нас дождик моросит под дождем хреначит так что еще наверное часик может копаем и так и наконец-то вот он у меня большая монета вот она красавица к сожалению болен затертая но судя по размеру это пятачок это до николаевский пятак 1870 года классная монета зачет зачет немножко я как говорится и шмякнул я монета большая как как да как как не попасть по такой монете сам главное в одной ямке там всякой хрень и было и разлагающая гильзы было и что-то еще и все-таки я до канал сигналы и выпала вот такая большая монета зачет 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 вот немножко как вы видите я забросал уже костян по ходу дела вот видите сколько добра накопал просто действительно добра я все выкидываю за пределы шурфа он правильно делать все в кучку ладно третий наш камрад у него сон час пообедал и спать мы продолжаем 2 фишера тоже так ну у меня очередная беда беда у меня вот такая смотрите на катушке сломалась ухо и болт болт у меня последний произошел в прошлом копе у меня болт уже ломался запасной в комплекте шел вот такая вот у меня сегодня беда неприятная теперь даже не знаю как ремонтировать катушку чем придумаем русский человек находчивый придумать все что угодно ладно буду продолжать свое видео хоть такое несчастье и так выпал у меня вот такой вот я не знаю декоративный шмурдячок не знаю металл медь окислилась форма видите правильные лепесточки какие-то но это после чистки можно определить что это такое муж серьга была может кулончик обломанный после чистки можно определить что это такое а так сделал я вот такую не сложную конструкцию на катушку привязала чтобы она не падала и вот бродим ходим и так у косяна тоже сигнальчик и я буду первым кто ее будет оттуда выковыривать опа это у нас царик одна копеечка год 1901 такой это у него царик вышел но у меня пока пусто пока пусто расшурфил я вот такой вот себе шурфец находок пока маловато но все равно морозит небольшой дождь жена мне предвещала как практически в два часа будет дождь и вот дождь у нас действительно начался в два часа грубо говоря она предвидела ясновидящая жена что будет дождь в самаре льет уже давно то у нас немного про покрапывает но терпимо терпимо продолжаем так у меня слова очередной сигнал если это монет у нас судя по размеру копеечка так так настолько на ней а это николай второй николай 2 наверно 1 2 копейки до 1 2 копейки николай 1800 90 95 что 99 вот такая вот малюсенькая монет у нас появилась ладно костян поднял еще 2 копеечки советских 26 года ну я в конце видео думаю если дождь нас не прогонит засниму наши находки ладно смотрим продолжаем и так буду заканчивать свой коп снова вот таким вот видом видом находок начну я с кости у кости вот такие три полтинника 3 полтинника 96 так 66 64 92 двушка царская хорошая копеечка царская неплохая 2 копейки 26 потом 2 копейки 2 копейки 26 копеечка непонятно два патрона таких вот и такая конинка у меня получилось зачетный у такой пятак это у меня шмурдяк царской копеечка еще одна царская копеечка 1 2 николаевская царская затем серебрушка 23 еще на серебрушка 10 копеек 2 копейки 30 года копеечка 2 копеечки 26 по моему вот такая вот от керосинки обломанный крестик и вот такая вот нательный солдатская иконка замечательная вот так вот у нас по находкам получилось закончил свой коп погода сегодня немножко в конце под испортилась но все же нам это не помеха шурфили мы сегодня здесь на этой одной дымовой яме все находки подняли именно отсюда ну все всем удачи на шурфах особенно и хороших находок пока но все всем удачи и и и Продолжение следует...